Президент Франции Макрон, нарушив им самим же объявленные меры безопасности, заболел ковидом. Объявлено в четверг. Болеет непросто. Ужасная слабость и затрудненное дыхание. Отправлен на изоляцию в павильон Хлантерн, что в Версале. Без жены. Сейчас во Франции официально запрещено собираться в компании больше шести человек. Макрон накануне собрал к себе на ужин ровно вдвое больше. 12 мест за его столом были заполнены, среди прочих, такими важными персонами, как премьер Франции Жан Костекс, президент Национального собрания Ришар Ферран и генсек Ересейского дворца Алексей Сколяр. Плюс еще более полудюжины явно высоко поставленных гостей. Институт Пастера во Франции официально предупредил, что ковидом люди заражаются чаще всего за общим столом. Так вот, за общим столом уже больной к тому времени президент Макрон заражал своих гостей, собранных в недопустимом количестве. Теперь вся верхушка власти Франции на самоизоляции. Как на самоизоляции участники Европейского саммита, что очно собрался в прошлый четверг в Брюсселе. А это глава Евросовета Шарль Мишель и несколько премьер-министров стран Евросоюза. Премьер Испании Педро Санчес, Португалия Антонио Кошта, Бельгия Александр Де Кроу, Люксембурга Ксавье Бетель, Ирландия Микал Мартин, генсек Организации экономического сотрудничества и развития Анхель Гуря. Во всех этих примерах, и с глупостью Брекзита, и со Швецией неизвестно ради чего отказавшейся от себя, и с Макроном, что нарушая правила безопасности сам вывел президента Франции из строя в канун Рождества, подцепив ковид, да еще мог наградить им очень многих, есть общее. Легкость необыкновенная в восприятии собственной ответственности перед своими странами и народами. Это какая-то малосимпатичная смесь популизма, легковерия, ощущения краткосрочности своих задач. Это так же, как Дама, министр обороны Германии, заявляет, что говорить с Россией надо лишь с позиции силы. Или как политики-временщики на Украине бессмысленно порушили отношения с Россией. Европа тем временем переживает тяжелейший кризис в своей истории со времени Второй мировой. Он мог бы быть легче, если бы Евросоюз и Россия были бы вместе. Но пока так, как есть. Репортаж Анастасии Поповой. Казалось, уже ничто не может еще больше омрачить это Рождество. Но в Великобритании неожиданно обнаружили новый вирус-мутант, который стремительно поражает население и грозит теперь остальной Европе. Настроения панические. У нового штамма мы наблюдаем 23 изменения в геноме. Этот вирус передается и распространяется очень быстро. Он стал заразнее на 70%. И этот штамм уже доминирует в стране. Если в начале недели его находили у каждого четвертого, то теперь у больше половины больных в одном только Лондоне. Мы, конечно, сильно сожалеем о новых обстоятельствах, но это вынужденные меры. Когда меняются факты, приходится менять и подход. Если вирус меняет свой метод атаки, мы, как страна, должны изменить наш метод защиты. В городе и южных районах Англии срочно вводят максимальный уровень ограничений. Закрывают непродовольственные магазины, спортзалы, парикмахерские. Несогласные опять протестуют. Соединенное Королевство в преддверии праздников баррикадируется внутри себя. Шотландия запрещает поездки за пределы своих границ. Мы намерены сохранить строгий запрет на поездки между Шотландией и остальной частью Великобритании. К сожалению, я искренне сожалею об этом, но запрет остается в силе на весь праздничный период. Шотландцы не могут посещать другие части Великобритании и наоборот. Трансграничные поездки для всех, за исключением экстренных случаев, запрещены. Впрочем, вирус, похоже, уже успел пробраться на континент. Такой же штамм обнаружили в Дании. Меркель срочно звонит Макрону и спешно координирует общие европейские меры. Инициирует запрет на въезд в Евросоюз из Великобритании. Причем уже с полуночи и до 6 января. Нидерланды, Франция и Италия в ночь прекращают железнодорожное и авиасообщение Соединенным Королевством. Так же поступает и Бельгия, которая и для себя вводит новые правила для въезда. Для тех, кто постоянно здесь не живет, теперь нужен отрицательный тест ПЦР, сделанный не больше двух суток назад. А все, кто возвращаются из красных зон, а это по сути сейчас чуть ли не весь мир, обязаны садиться на карантин. Население устало от правил и все чаще их нарушает. Мы отправляемся в район Андерлехт в Брюсселе. В первую волну эпидемии, когда только ввели общенациональный карантин, здесь на проверки и появление полиции реагировали так. Кристель тогда повезло. Вместе с напарницей она была в полицейской машине без опознавательных знаков и толпа прошла мимо. Сегодня ее 10-часовая смена заканчивается патрулированием района. Задача выявить запрещенные скопления людей и подпольные вечеринки. Информация у нас от самих жителей. Либо соседи жалуются на шум, говорят, например, что кафе открыты, но люди заходят туда через заднюю дверь. Мы наблюдаем. Потом, если это так, то вмешиваемся. Но трудность в том, что правила меняют каждые 5 минут. То надо закрываться в 8. Потом решили, что магазины могут быть открыты до 9. Был период, когда во Фландрии и Волонии комендантский час начинался в полночь, а в Брюсселе в 10. По действующим правилам на Рождество пригласить к себе можно лишь одного человека. Одиноким – двоих. Но народ веселится уже вовсю. Нелегальные вечеринки обнаруживают чуть ли не ежедневно. Будет крестясь в год 2020, Валеки наши, как прежде легких, Охоронили безвременно ваших. Сплюнули пули, Наслали стихи. Ах, нелегко, нелегко, Небо так близко и далеко. Новые рифы всплывают риф. Мир изменился, он стал другим. Белая птица летит над домами, На кухнях сталюты кипят в инстаграм. Цепью живой ночь разглянем руками, Выйдем навстречу голодным ветрам. Ах, высоко, высоко, Небо так близко и далеко. Не увернуться, не сдать назад. Больше не будет, как прежде, брат. Смотрит история в новые дари, Раны промыла холодным дождем. То, что вчера мы в огне потеряли, В пепле ошибшим сегодня найдем. Ах, нелегко, нелегко, Небо так близко и далеко. Выключен звезды и маяки, Осень выводит свои полки. Ах, высоко, высоко, Небо так близко и далеко. Новые ритмы смывают мир, Мир изменился, он стал другим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Ну, какой год, такие итоги. Под строгим наблюдением полиции, То, что в России не вводится строгих мер, Это такая тактика Кремля дать отдохнуть россиянам В новогодние праздники, а потом, после Рождества, Взять да и вести жесткий карантин. Это было весной этого года, Когда карантин ввели после гендерных торжеств. После 8 марта и 23 февраля, а не до, Когда в январе в России появился первый пациент с коронавирусом. Но Новый год неотвратимо наступает, А значит, пришло время подвести итоги уходящего года. Но ясно, что главное событие года – это коронавирус. Но есть еще не менее 8 тем, напрямую или косвенно не связанных с коронавирусом, Но на которых он повлиял. Которые изменили наш мир, вашу Россию, мою любимую Украину и другие страны. Пришло время в вестях недели подвести итоги 2020 года. Он уже близится к своему логическому финалу. Приступим. В этом году изменился даже сам Дмитрий Киселев. Сейчас я вам покажу. Вот лицо Дмитрия Киселева в этом году, когда он узнал, что его виноградники никому нахрен не нужны, потому что у людей коронавирус, и им не на что... Они не на что покупать вино, а на другим не до этого, так как они болеют этим самым вирусом. А так как это главная передача, значит, года, да, я показываю свою рожу. Вот так у нас идёт запись. Вот это лицо года 2020. Ну и мы приступаем к итогам года. Обратите внимание, даже он сумку собрал и лечу с Илономарском на Марс. Вот как уже достал этот год. Ну, подводим главные восемь тем. Не семь, как обычно, а восемь. Так. И начнём мы подводить итоги года с референдума по Конституции. Если кто-то забыл, у нас новая Конституция. Это было самое странное событие этого года. Ибо даже референдумом голосования по Конституции нельзя было назвать. А было некое, ну если не тайное, то полутайное голосование по поправкам в Конституции. Формально Кремль объяснил нам, что это нужно, чтобы отрегулировать основной закон. А поправки можно принять и без референдума. А мы всё-таки решили граждан спросить, ну мы Кремль и так далее. В итоге Кремль наломал дров, как всегда, как в ходе самого голосования, так и в ходе принятия новой Конституции. В новой Конституции максимально непонятно прописаны эти самые поправки, которые идут вразрез с другими статьями Конституции. Ну вот, например, кому будет подчиняться новый орган, Государственный совет. То ли исполнительный, то ли законодательный власть. Это сейчас понятно, что он подчиняется Путину, а значит исполнительной власти. Но как это будет, когда Путин уйдёт, непонятно. Или, например, принятие новых норм об приоритете российских законов над международными правовыми актами. Означает ли это то, что, например, в России не будут действовать международные договоры, например, по запрете химоружия с правовой и юридической точки зрения. Так-то, де-факто, они и сейчас не работают, да, мы знаем про эту историю с отравлением Навального. Новые поправки в Конституцию абсолютно безграмотны. И служат они только с одной цели установления эры правового бесправия в Российской Федерации. Ни больше, ни меньше. А особенно, конечно, вот всех возмутила эта поправка с обнулением Путина, что Путин может теперь по этой самой новой Конституции ещё на целых два срока быть президентом Российской Федерации. И ничего за это ему не будет. Ну, во-первых, будет, ибо революцию, бунт никто не отменял, ещё даже при самой лучшей Конституции. А во-вторых, на фоне других событий, ну, понятно, ну, понятно, что Путин будет править Россией, пока не сдохнет. В любом статусе наменять из-за этого Конституцию можно, как в 2012-м было сделать, стать типа премьером, типа показать формально, что у нас типа демократия, в кавычках, а на самом деле жёсткая, хлёсткая диктатура силовиков. Не такая, конечно, как при Сталине, но всё-таки. Но нет, нет, власти решили поменять Конституцию, ибо в их представлении Российская Конституция, ещё раз подчёркиваю, Российская Конституция, да, это плод Запада, это враждебная книжка, ну, назовём это так. Власть и раньше не соблюдала Конституцию России, а теперь им по новой Конституции можно и с юридической точки зрения не соблюдать. Теперь новыми поправками власть разрушила правовую основу старой Конституции. Однако больше всех запомнились, конечно же, не сами поправки в Конституцию. Ну, вот, например, поправка о том, что мы религиозная страна, и о том, что там я формулировку не помню, но, в общем, если дословно, то типа Россия там верующая страна верит в Бога и так далее. Нет, всё, конечно, так, я не спорю, но когда вы пытаетесь это продвинуть на законодательном уровне, возникает ряд правовых дилемм. А вот, например, что делать с атеистами? Что, их как расстреливать, что ли? Что? Так вот, но всё-таки запомнились не сами поправки в Конституции, которые до сих пор не вступили в силу и вступают в силу только с 1 января 2021 года. Такой вот вам подарок под ёлочку, граждане. А запомнились, конечно же, сам ход голосования. Во-первых, не будем забывать, что перед голосованием по Конституции всех принуждали сидеть дома на самоизоляции. Коронавирус не дремал. Но, о чудо, самоизоляция прекратилась именно в тот момент, когда надо было голосовать по этому самому недореферендуму по Конституции, потому что референдумом тоже нельзя было называть. Какое-то странное абстрактное голосование. То есть Кремль отдал на растерзание вирусу людей, лишь бы они пришли на участок и проголосовали за. И поэтому отменили самоизоляцию летом этого года. То, что нельзя было этого делать, это сейчас, очевидно, когда заразившихся коронавирусом больше, чем весной. Ну, и с другой стороны, проводить, значит, ну, ещё один факт, то, что они голосование по Конституции проводили летом. Летом, когда все люди поехали на дачу, курорты, моря и реки. А особенно в этом году, когда внешние границы были закрыты, и все ломанулись в Крым, в Краснодарский край, в Кавказские республики, ну и так далее. То есть, чтобы была максимальная явка, чтобы нам надо проводить голосование либо весной до майских праздников, либо, соответственно, осенью после 4-7 ноября. Но нет, провели летом специально, чтобы занизить явку, чтобы было проще мошенничать с этим самым принятием новой эпохальной Конституции, которая обознавала, которая, в общем, привела к правовому бесправию внутри страны. Причем, Центральная избирательная комиссия пошла на беспрецедентные меры, разрешив голосовать на дому, вот вы видите это на экранах, вот тут внизу, и даже на пеньках, то есть, во дворах домов без наблюдателей, без каких-либо правовых оснований на это. Просто во дворах ставили участок и завозили людей, и завозили тоже людей голосовать на пеньках. Одним из символов 2020 года стал пенек, под которым стояла избирательная урна. А, где здесь есть статья Медузы? Ну, вот как-то примерно так выглядело, не на пеньках, конечно, но во дворах точно. Это урна. Но даже это людям, проведшим 3 месяца на карантине, но даже вот это голосование, людям, проведшим 3 месяца на карантине, было настолько пофиг, что скорее они ржали над этим самым голосованием по новой конституции, чем возмущались. А вот и голосование на пеньках, кстати говоря. Но осознание того, что творилось летом этого года, в каком конституционном цирке люди участвовали, приходит лишь только сейчас, спустя полгода голосования, когда эти поправки начинают действовать, когда детей за участие в компьютерных играх начинают сажать, когда подросткам вменяют государственную измену за игры на свежем воздухе. Дело величия, как лакусмая бумажка новой конституции. Помните, да, когда детей задержали ФСБшники за то, что те просто играли в пейнтбол на улице. Дают нам понять, какое абсолютное бесправие скатилась Россия при новой конституции. Любопытно, что даже агитировать против поправок в конституцию нельзя было. Элла Панфилова, председатель ЦИКа, так и сказала, что нельзя голосовать против поправок в конституцию. Вы представляете, я предлагаю идти дальше, чтобы на выборах в Госдуму, на выборах президента в следующем году, на выборах в Думу и на выборах 22-го года, чтобы в бюллетенях была просто одна галочка. Там, соответственно, на парламентских выборах Единая Россия, а на президентских Владимир Путин. Ну, раз уж агитировать против конституции нельзя. А нашлись ведь те люди, и для меня удивительно, что это коммунисты, которые взялись защищать основы демократии и воли изъявления народа. Представляете, коммунисты за это взялись. А вот это был год, и начали активно агитировать против поправок в конституцию. Конституцию, которую в 93-м году не они принимали, а они были против так-то. Но, тем не менее, в этом году стали защищать старую конституцию образца 93-го года. Ну, как вам, а? Ну, вот это поворот. Ну, вот это поворот. Их за это сажали, а не говорили, по какому, собственно, закону их садят. Помните историю с Платошкиным, да? А им ментовские отвечали, что по новой конституции голосование на пеньках – это символ российской демократии в 2020 году. Кремлю в этом году удалось из процедуры праздника, когда мы приходим на избирательный участок, и тебе дают бюллетень устроить полноценный цирк и лишить нас этого праздника, устраивая вот эти вот голосования на пеньках. Так, всё, у нас в России больше не осталось выборов. Зато у нас в России остались вот эти вот дворы, где типа и принимаются решения. Ну, какой-то просто позор, цирк и так далее. Ну, что ещё интересно, что вот на этих самых лавочках, ладно, не пеньках, лавочках, что раньше бухали, а сейчас принимают новую конституцию. Казалось бы, хорошо. Нет. Ведь принимают там, где пили. То есть, даже место принятия новой конституции её не красит вовсе. И она такая же пьяная, ну, как и эти люди. Хотя не хотел никого оскорблять. Ну, получилось. Вот так вот у нас новая конституция, по которой Путину позволено всё, а нам не позволено ничего. Главной проблемой этого года я назову вовсе не коронавирус. Коронавирус – это всего лишь болезнь, да страшная, да смертельная, но всё же даже не самая опасная. От того же гриппа каждый год умирают в разы больше людей. Главной проблемой года была самоизоляция. Её по-разному называют то локдаун, то карантин, но, в общем, это когда государство нас запирает по домам и велит не выходить на улицу. Однако самоизоляция – это всё-таки от слова «сама». Хочешь – изолируй себя, а хочешь – нет. В России весной этого года не была никакая самоизоляция, а был де-факто массовый арест граждан. Сбылись самые ужасные предсказания футуристов насчёт России. Ну, не столько насчёт России, сколько насчёт мрачного будущего. Всех заперли по домам, и в каждом дворе, в том числе и у меня, проходил рейд полиции, которая отлавливала тех, кто нарушил карантин и позволил сделать самое страшное преступление в этом году. Готовы? Выйти на улицу просто. То есть наша власть, наших же граждан, де-факто за ни за что и по беспределу арестовала, арестовала всех на домашний арест. И это в самый разгар весны хорошо было тем, у кого там дворцы, у которых там трёхкомнатные, четырёхкомнатные квартиры, а людям, которым в коммуналке ютиловалось, было очень как плохо. И они были вынуждены нарушать закон и бегать от полиции, разнося коронавирус. Люди кричали, что вы делаете, твари? И даже, да, бегали от полиции, я это сказал, сражаешь за своё право, за своё право внимания, чтобы просто выйти погулять на улицу. Хрен там с бизнесом, которого закрыли на период карантина. Люди в России просто из-за массового домашнего ареста сходили с ума. Самоизоляция хороша была для тех, у кого хоромы на Рублёвке, а для простых граждан ютиться в своих квартирках и два месяца не выходить, это было настоящее испытание, испытание года. В итоге, что имеем? Как главный итог самоизоляции, это то, что у России выросло количество преступлений у себя в домах. Люди стали намного свирепее и агрессивнее, показав свой звериный оскал, а российская подлая, тупая террористическая власть в этом году сделала из наших квартир каталажки, тюрьмы весной этого года. Вот главный итог самоизоляции и карантинных принудительных мер. Да, была и остаётся проблема коронавируса, но от мер по борьбе с ней страдало больше людей, чем от самого коронавируса, даже сейчас. Я сам весной этого года готов был убивать всех соседей, живущих рядом со мной. И действительно чуть не сошёл с ума, потому что нужен воздух. И ведь главное, ладно, допустим, эта самоизоляция была осенью или зимой, но ведь весна, весна, когда народ именно хочет гулять на улице, выходить. И тут им от полиции бац, прилетают штрафы за то, что они там гуляют где-то по паркам незаконно и так далее. Вдумайтесь это, гулять незаконно по паркам. Это вот до чего же надо было довести? Ну да, 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 разрушили конституцию, исходя из предыдущей новости года, так сказать, вести года. Потом, к счастью, меры ослабили. И людям, которые власть держала всю весну этого года за зверей в клетках, опустили на волю. Какое щедрое достижение нашей власти. Спасибо им. чтобы отпустили людей гулять по улицам не просто так, да, а чтобы понять туристический бизнес внутри страны. Ведь границы теперь закрыты. Ты сбылось страшное, железный задавес. Ну, здесь, наверное, не по воле власти, но все-таки опустился на Россию. И многие там, которые летали на Багамы, Виргинки, острова и прочее, наконец-таки познали всю соль, всю вкусноту жизни в России. И начали массово жаловаться на рус на русский сервис в курортах Крыма, Краснодара и так далее. Ну что, съели гады? Вдохнули, так сказать, жизнь прекрасную в России. Ну и конечно, ну и конечно, после ослабления самоизоляции была новая напасть. Без маски, без перчатки теперь никуда нельзя было выходить. Особенно с этим много конфликтов в этом году было в торговых центрах и в общественном транспорте. Нарушение всех норм социальной поддержки власти некоторых субъектов Российской Федерации, например, Москвы, отменили все льготы для пенсионеров. Им и по сей день запрещено выходить на улицу. так что дорогие слушатели и смотрители моей программы делайте выводы о том, какая у нас власть, какие у нас фашисты у власти, что отменили все транспортные льготы вам, которые строили страну, отстраивали ее после самой ужасной войны в истории нашей страны, после Великой Отечественной, и вам же отменили льготы на транспорт, сделайте выводы и в следующем, и если вы этого не сделаете, то в следующий раз вас запрут всех не в ваших квартирах, а в туалетах ваших квартир. Социальные последствия самоизоляции и карантинных мер весной этого года были намного, намного хуже самого коронавируса в России. Я вынужден это повторять, но давай десятки тысяч россиян из-за введения весной локдауна, или как у нас в стране называют это самого локдауна властей, потеряли работу. Я специально обращаю ваше внимание на то, что россияне потеряли работу не из-за самого коронавируса, а из-за локдауна, вводимого властями, из-за ограничений Роспотребнадзора. Роспотребнадзора виноват в этом году, что вы потеряли работу. Карантин был во всех странах, безусловно, но только в России людям и без того небогатым вообще было отказано в поддержке. В Германии там платят 3000 евро в переводе на наши деньги это 110 тысяч рублей по уходу за ребенком, ну, чтобы просто на карантине сидеть дома, не выживать, а просто нормально в человеческих условиях сидеть дома. А в этом году мало того, что россиян заперли по домам, так вот сказали, вот вам они поддержка. Зато да, зато чуть что, какое-то нарушение самоизоляции карантинных мер, то сразу вам выпишут вот эти вот господа полицейский штраф, который идет, конечно, на поддержание господ из Единой России и администрации президента, понятно. Вообще в этом году тенденция штрафовать всех и каждого по любому поводу возросла. на это все красивые слова. А вот в статье Евро Азия Дейли сухие цифры о том, как повлияла самоизоляция. Более 65% всех физических лиц заявили о своем банкротстве. Талант оборот предприятий снизился на 31% было и снижение спроса и коллапс предложения. Падение реального сектора экономики России достиг внимания более двух, не миллиардов даже, а триллионов рублей. Под вопросом закрытия были и сейчас находятся в этом году многие бизнесы связанные с питанием и развлечением людей. Кинотеатры, забегаловки, всякие там Макдональдсы и так далее. То, что им разрешили работать на вынос, это не помогает и не спасает ситуацию, потому что зачем мы ходим в кафе? Чтобы пожрать? Нет, мы пожрем дома, чтобы посидеть за столиком. А теперь по новым ограничениям больше 20%. Нельзя собираться. В Макдональдсе вообще какую-то дичь придумали, когда людей выгнали на улице и люди были вынуждены ждать в очереди, пока 20% мест в Макдональдсе освободится. Это полнейший беспритет. Здесь это не реклама Макдональдса, просто это как пример. вот что натворили власти с этим карантином. Да, и люди в Макдональдсе собирались перед рестораном, то есть очереди все равно были просто не в ресторане, а перед ним. Так что никакие антикоронавирусные меры не спасали людей от того, от самого коронавируса. ну а зато теперь экономика у нас в еще большем упадке, чем было раньше. Вот что натворили власти с этим карантином. Весной целые сектора экономики оказались на граню банкротства. Вообще весна этого года это было нечто, это был настоящий ад. Это такой тяжелой весны на моей памяти не было никогда. А больше же весной наоборот все самые позитивные вещи происходят, но вспомним хотя бы 9 мая 45-го года, а в этом году совсем наоборот было. Но даже тем, кто выжил как бизнесмен, выжил как бизнесмен, как владелец своего бизнеса в этом году, приходится не сладко. Ударенная работа это полный жупел, и особенно в сфере образования, которого больше нет, как нет и медицины, все, теперь невозможно дождаться скорой помощи. Скорая помощь занята, естественно, коронавирусными больными, а в случае, что у тебя сердце прихватит, или получит какую-нибудь травму, ты не дождешься скорой помощи, она приедет даже не через сутки, а через неделю спустя, когда ты там успеешь помирить, еще раз воскреснуть, еще раз помирить. ну, зато теперь любой, ну, и теперь, конечно, в образовании это вообще просто полный ужас, то есть из-за отсутствия интернета, из-за перепоя связи в техникум или в УЗе могут поставить ученику неуд, то есть не из-за того, что он там прогулял зачет, а из-за того, что просто лимитарно не было связи. И вообще бедные учителя, их никто, вот эти самые жизни прекрасные, которые случилось в этом году, не учил, не учил, как правильно пользоваться гаджетами, телефонами, интернетами, и, конечно, качество образования ухудшилось, но самый вопиющий пример, это, конечно, в столице, когда закрыли на карантин бесплатные школы, но частные оставили открытыми, то есть полноценное, полновесное образование осталось только для элиты, то есть все, о чем предупреждали нас коммунисты, Маркс, Энгельс, все сбылось, все сбылось, образование для элиты, для тех, кто для низших слоев России, ничего, сидите дома, а когда верхи никак не могут побороть коронавирус, они же не хотят, это все приводит к печальным последствиям, это мы с вами знаем из уроков, кстати, в следующем году ведь год крысы был, который инфекции, они инфекции разносят, а следующий год будет год быка, и люди будут быковать наконец-таки, я вот уверен, что по закону дуализма, что властям за их, за все, за воровство, за фабрикование уголовных дел, но самое главное, конечно, за домашний арест весной этого года всех граждан Российской Федерации от самих граждан очень жестко прилетит, очень жестко, даже не сомневайтесь, ну и за то, ну и конечно же, 9 мая в этом году, да, ну просто это, просто полный пи, я не хочу ругаться матом, но это полный писяц, да, да, просто люди дома сидели, и понимали, что какие фашисты пришли к власти в России, что не давали даже нормально отмечать 9 мая, то есть давали нормально, но только у себя в квартирах, то есть если раньше ты там такой выходишь в парк, ну не важно там, ладно, с этим маскарадом, с этим там, у кого-то там медали, так сказать, нарисованные, которые не заслужили, а купили, не важно, ты такой выходишь в парк, раньше смотришь на этих ветеранов, понимаешь, что вот они, золотое поколение, нашей страны, которое отстояло нашу страну в самых суровых испытаниях, а в этом году им хрен, запретили отмечать 9 мая, запретили выходить в парк и скверы и гулять, запретили вообще этот самый праздник, ну и конечно ветераны поняли какие же фашисты, фашисты же пришли к власти, они же отменили 9 мая, 9 мая, потом да, провели там летом, но ведь победу мы празднуем не летом, а 9 мая, ни раньше, не поздно, ну кто-то спор, что 8, 9, но в общем в мае празднуем, а не в июне, июле, не в августе, и так далее. Значит, да, да и к тому же вот заперли пенсионеров по домам, им и сейчас запретили, они и сейчас на самоизоляции, но и догадайтесь, что правильно возросли случаи инфарктов и инсультов, почему? Очень просто, потому что жизнь это движение, надо ходить, гулять, а им все это запрещено делать, и в итоге они не от коронавируса подохли, а от инсульта, от инфаркта, потому что сидели дома. Вот вам итог самоизоляции. Жизнь прекрасна и естественна, только если на эту жизнь смотреть через колючую проволоку, которую власти для россиян весной этого года устроили в массовом порядке. Хорошая статья, тут можно более детально с цифрами потерь от самоизоляции и от гранических мер ознакомиться. Ну, а мы идем дальше. Страной года, конечно, можно, почему можно, нужно назвать Белоруссию. Страной года в 2020 году можно назвать Белоруссией. В Белоруссии такое происходило, что Белоруссии впервые за свою жизнь чувствовали себя, наверное, властителями дум и умов европейских лидеров и стран. А началось еще в апреле этого года, когда европейские спортивные чемпионаты были прерваны из-за коронавируса. И мы следили за чемпионатом Белоруссии, в частности по футболу, за противостоянием какого-нибудь условного Мозыря с Белшиной. Батька один из немногих европейских лидеров, кто не водил жестких карантинных мер и самоизоляцию весной этого года. Батька не запрещал людям выходить на улицу и даже провел парады победы тогда, когда положено. 9 мая 2020 года, а не 10 июня или июля. Мне даже думается, именно поэтому он усидел в кресле президента, потому что протестующие белорусы смотрели на Россию и понимали, что как бы не надоел им ихний Батька, то они не хотят видеть, как гробятся медицины из-за коронавируса, как запрещаются людям выходить на улицы. Но знал бы, конечно, Лукашенко, к чему это приведет, то, что он не водил запретов весной этого года, конечно, бы ввел запреты, к чему приведет такая толерантность для своих граждан в вопросе борьбы с коронавирусом. Лукашенко начал этот год как политик европейской формации. И я вам честно скажу, что сидя на карантине здесь в России, я завидовал белорусам, которые могли спокойно гулять по улицам своих городов без масок, не опасаясь штрафов. Конечно, благополучие Белоруссии не устраивало Кремль. И он послал тех сам, а особенно учитывая то, что Лукашенко перед выборами высказывался крайне прозападно, так вот, Кремль послал тех самых 33 богатырей ЧВК вагнеровцев. Лукашенко давая понять, что если ты не будешь пророссийским, то твою страну мы взорвем изнутри, как Украину в 2014 году. Но поначалу у Кремля это не получилось. Бойцы ЧВК вагнеров были задержаны комитетом государственной безопасности Республики Беларусь. Россия, естественно, всю вину вспыхнула на Украину, мол, это их молодчики, это не мы. И все было бы гладко у Лукашенко, если бы не были бы эти самые президентские выборы. Выборы без выбора. Перед голосованием он арестовал всех маломальских конкурентов на выборах. Он в этом плане действовал даже жестче, чем Путин. Конечно, все отрицая. Мол, что нет в Белоруссии никаких политических заключенных, а потом встречаясь с ними в бане СИЗО КГБРБ. И это тоже эпохальная встреча, самая главная встреча в этом году, встреча Лукашенко с оппозиционерами где? В СИЗО КГБРБ. Вы представляете, если бы Путин приехал в Лефортово в тюрьму ФСБ и встречался бы там с какими-нибудь оппозиционерами? Нет. А Лукашенко это сделал. Обещая конечно им ману небесную и новую конституцию в августе этого года, когда у Лукашенко была зачищена поляна от конкурентов, простые Белоруссии придумали хитроумную тактику специальный сайт или приложение в котором ты отправляешь фото бюллетеня и там потом это приложение подсчитывает сколько проколосовало за Лукашенко сколько против и вдруг выяснилось что центральная избирательная комиссия Белоруссия лужет по официальным данным 80% за Лукашенко а по этому самому приложению всего-то 45 даже где-то и по 30 ну так как ведущие белорусские оппозиционеры готовились в связок ГБ РБ отвечать за самое главное преступление века в Беларуси это за выдвижение себя в статус кандидата в президенты белорус за дело их мужа и за дело отстаивания белорусских интересов простых граждан Беларуси взялись жены и выяснилось что помните как там у Ленина и кухарка способна управлять страной этой самой кухаркой была Светлана Тихановская которая взяла дело мужа под свой контроль и народ за нее вышел и она даже еще больше преуспела чем муж в своей популяционной борьбе людям в Белоруссии просто надоел тот совок в котором они живут они хотят западных ценностей западной демократии у себя в стране они хотят в первую очередь независимость белорусов не только от России но и от наследия Советского Союза и поэтому они выходили и выходят на улицу по выходным и в праздники под истинно белорусским бело-красно-белым флагом порой протесты в Белоруссии принимали действительно весьма странные формы как например протесты на Мазе когда люди просто сами на проходной ложились на пол и орали батька уходи ну и Лукашенко вел себя в этом году не менее странно со своим сыном Кольнкой в каске и с автоматом в руках бегал по своей минской резиденции давая понять что если что и если протестующие в Белоруссии пойдут на штурм его резиденции то он будет отстреливаться до конца до последнего патрона в Кремле же тем временем поняли что в Беларуси резко мэденизируется а их политики типа Виктора Бабарика который повязан с Газпромом а значит и со службой внешней разведки России в Вась-Вась не состоять и надо поддерживать действующего президента Лукашенко для этой цели Россия вела туда в Беларусь свои зондеркоманды из силовиков Росгвардии и вот те действительно били и избивали людей сейчас избивают обратите внимание кто бьют те люди которые без нашивок а спрашиваются если ты ОМОНовец МВД Беларуси но почему ты бьешь людей без нашивок какая тебе тебе разница там это 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 самое самое там какая нашивка была но нет нашивок не было а почему а потому что вот эти вот молотики полиция Беларуси была вовсе не полиция Беларуси а была полиция России Лукашенко к сожалению протест захлебнулся Лукашенко увы устоял на российских штыках хотя он начинал свою президентскую кампанию как антироссийский политик но не ровен час а Кремль подтвердил то что ну какие же идиоты сидят которые рулят в Кремле внешней политикой а это же просто вместо того чтобы взамену Лукашенко который ненавидит весь белорусский народ найти какого-нибудь того же Бабарийка и поддерживать его Кремль поддерживает Лукашенко что вызывает еще больше ненависть белорусов по отношению к России ну что ж будем надеяться что в 2021 году мы все-таки свергнем батьку этого самого картофельного фюрера главный итог этого года то что безусловно Россия потеряла последнего союзника у себя в регионе это Беларусь все белорусы настроены против России потому что их россияне жестко подавляли вот это самое ОМОН и вообще белорусы подумают нет-нет а может быть в НАТО есть но это после свержения Лукашенко ну в общем действительно Беларусь страна года не только потому что там проходили протесты а еще потому что весной этого года мы все следили за противостоянием футболистов белорусских команд ну и конечно 9 мая да вот 9 мая как бы кто Лукашенко не относился он провел очень хорошо достойно достойно действительно 9 мая в Беларуси этого года это пример для всех действительно это так но другое дело что он всем надоел ну и конечно главным героем года стал Сергей Фургал и жители Хабаровска впервые на моей памяти сотни людей вышло митинговать за Фургала и отстаивать его от посягательств кровавой гебни под названием ФСБ обычно как же бывает вот чекисты ловят какого-нибудь проворовавшегося губернатора и все в области говорят молодцы конторские так держать вот как он нас всех достал но в случае с Фургал вышло все да и наоборот жители Хабаровского края восстали за своего губернатора митинги и шествия там продолжаются до сих пор люди от ФСБ от ФСБ не люди от ФСБ а люди от ФСБ требуют от ФСБ еще раз люди требуют справедливого суда не где-то в Москве где у Конторских все рычаги давления на суд а суд в Хабаровске я не говорю что Сергей Фургал белый и пушистый да он в 90-х убивал людей ну а какой теперешний начальник не провышлял разводимый грабежом в России в 90-х у каждого при наличии можно найти скелет в шкафу и главное самое раз уж чекисты знали что Фургал убийца почему не арестовали раньше до того момента как он вступил в должность губернатора Хабаровского края ответ очевидный раньше он не переходил интересы друзей дружков Путина этих Ковальчуков и Ротенбергов в отличие от Ковальчука и Ротенберга Сергей Фургал в Хабаровском крае действительно защищал интересы людей и вот он главный герой не потому что он там убивал людей не убивал людей не потому что он там за стенками ФСБ сейчас находится а потому что будучи убийцем ну де-факто бандитом в 90-х он нашел себе смелость переиграть ситуацию не знаю может собисть замучила и становясь губернатором он сделал много хорошего для то есть он как бы не то что он там переспитался но скажем так он будучи бандитом из 90-х захотел что-то действительно стоящее сделать для людей в нулевых десяток и конечно за это его и арестовали при фургале чиновникам жилось в Кабаровске не сладко даже яхты они в Кабаровске вынуждены были продавать представляете чтобы это было в других регионах России чтобы чиновники добровольно отказывались от своих яхт нет Сергей Фургал был любим и почитаем своим народом своими хабаровчанами а его за это мордой веселью с криками лежать работает ФСБ люди в Кабаровске были готовы закрыть глаза на все его преступления в 90-х он был эффективным управленцем без каких-либо кавычек и оставил интересы хабаровчан даже будучи за решеткой Лефортова конечно когда помощь потребовалась самому Фургалу люди вышли на протесты это так вышли что Кремль постеснялся даже подавлять протесты а иначе была бы конечно же война за независимость Хабаровского края не больше и не меньше не стоит забывать что Фургал получил кресло губернатора не в ходе закуристных интриг а в ходе прямого волеизъявления народа в упорной борьбе побегив жулика и вора от единой России шпрота но Кремль начхал на мнение жителей региона с высокой колокольни как и на то что Фургал был лучшим управленцем лучшим губернатором в Российской Федерации для Кремля важнее бизнес интересы дружков Путина причем Кремль продемонстрировал это самым наихудшим образом прислав руководить Хабаровским краем после ареста Фургала Дегтярева Дегтярева одного из самых наитупейших депутатов Госдумы которого даже Единая Россия не понимала и он был вынужден уйти в ЛДПР да это как все равно что из борделя тебя выгнали за разврат и пьянку причем его Дегтярева настолько ненавидит в Хабаровске что он до сих пор находится с приставкой ИО то есть исполняющий обязанности он приехал из Самары в чужой город ну он самарец и сразу дал приказ избивать людей на улицах которые сказали верните серьезно и протесты за фургала переросли в антипутинские протесты но как сказал председатель Дальнего Восточного Федерального округа Труднев никто вам жителей Хабаровска не вернет вашего фургала и вообще нам начать на ваше мнение на мнение жителей региона ну а раз федеральные власти начать на мнение жителей региона то это приводит не иначе как к сепаратизму люди выходили в Хабаровске не с государственным флагом России не с белосиней красным белым триколором а с флагом Хабаровского края требуя от Кремля справедливого суда ну или хотела по крайней мере не такого идиота управленца как Дегтярев Хабаровчане заявляют Путин ну то есть центр то есть Москва ну шире давайте Московия сделали нас Хабаровчане заявляют сделали нас нищими и мы а вот Фургал когда руководил регионом сделал из Хабаровска конфетку мне кажется были бы была бы тюрьма ФСБ не в Москве а в Хабаровске ну главная тюрьма Лефортова понятно ее давно бы смели освободив Фургала чтобы вот понять что конкретно хорошего сделал Фургал для Хабаровского края не надо ничего искать просто вбивайте это в поисковике и он выдает вам ответ что Фургал начал бороться против излишних трат ну понятно да почему его задержали Кремль не терпят реальных борцов с коррупцией рейтинг деятующего губернатора Хабаровского края этой самой самарской сволочи Дегтярева за которую мне как его земляку стыдно откровенно перед жителями Хабаровского Дегтярева достигает всего лишь 15% и это после полгода его эффективного в кавычках управления Хабаровским краем отнимаем отнимаем эти самые 15% за Дегтярева от 100 и получаем что Фургала до сих пор потому что он находится в тюрьме ФСБ в Лефортово до сих пор поддерживает более 80% жителей Хабаровского края и это конечно феномизуально представляете чтобы если преступника поддерживали 80% какого-нибудь субъекта страны но в случае с Фургалом это так именно он главный герой этого года потому что за ним люди вышли причем в прямом смысле вышли да так что люди из других субъектов Российской Федерации прилетали в Хабаровск чтобы посмотреть на эпохальное событие на то как люди выходят отстаивать своего губернатора такого давно не было и вообще последний раз такие многотысячные акции протеста в регионах были внимание в Чечне в 92 и 93 году а в 94 1900 естественно мы с вами прекрасно знаем чем это все закончилось даже местная местная полиция не присланные Дегтярева молодчики а местная политика полиция не готова была избивать протестующих и даже они не стали их задерживать да что там даже сам Кремль не горит желанием вводить в Хабаровск туда войска прекрасно понимает что чем это все грозит ведь реально а не на словах Хабаровский коллайд сплотился вокруг своего губернатора я конечно не имею ввиду никакого Дегтярева а фургала которого федеральная врасть бросила на съедение лубянковским крысам жители Хабаровска жестоко но пока безоружие требует от Кремля вернуть фургала а именно это отвечает Трутнев что мол вашего любимого фургала мы не вернем на колени на колени жители Хабаровска перед федеральными властями вот что ответил Трутнев жителям Хабаровска так что браво Сергей Фургал да представляете ну год где-то ну ладно два года два года он управлял всего лишь регионом а люди вышли вышли за него а это же как действительно эффективно без каких либо кавычек надо было управлять Хабаровским краем чтобы вызвать такой резонанс в обществе он действительно Сергей Фургал управлял Хабаровским краем не за страх а за совесть за что Кремлем и был наказан он пожертвовал всем и даже своей личной свободой чтобы жители Хабаровска жили в достатке для жителей Хабаровска слово Фургал сейчас равняется слову справедливость справедливость которую Кремль федеральная если решили мысли федеральная власть нарушила ну и конечно фургал мобили это было нечто они ездили по Хабаровску ездили по Хабаровску специальные машины и включали на полную громкость песню Цоя перемен требует наше сердце и конечно скандировав Дегтярев пошел вон из Хабаровска и я присоединяюсь к этому Дегтярев пошел вон из Хабаровска тебя ждут в Самаре для жесткого разговора что ты там натворил в Хабаровске это же позор просто а что конкретно он вывел на улицу своих охранников и начал прям около здания правительства избивать людей которые протестуют не против него а против задержания фургала фургала мобиля да катастрофа года катастрофой года в этом году была конечно разлив ну утечка разлив какая разница дизельного топлива в Норильске компания Норникель жителям севера России и всего Дальнего Востока подложила жирную свинью в этом году это крайне неэффективно с точки зрения экологии предприятия загрязнило весь север России мало этого она потом начала все отлицать а когда животные уже на Дальнем Востоке выбрасывались на берег было уже слишком поздно нефтяное пятно достигло берегов Камчатки загрязнению подверглись Баренцево Карске и Марио Охотское море часть Северного Ледовитого океана и никто за это не понес ответственность наоборот природоохранная прокуратура развела руками и сказала да все хорошо да и что а вот животные так не думали и выбрались и выбрались на берег чтобы совершить самые массовые самоубийства в истории современной России да я вот не знаю в Советском Союзе они так делали нет ну в общем в России точно воздух в Норильске был загрязнен людям нечем было дышать я от этого выбрался но в Никеля чуть не задохнулся ну это я сказал вот где в Норильске нужно вот в Норильск нужно послать Грету Тунберг она и Гренпис они должны заняться как самим Норильским так и Норникелем Норникелем это худшая компания в мире в этом году она загрязнела решительно все на Таймыре другие компании гадят природе не меньше но хотя бы они делают вид что работятся о природе а тут специально свозили нефтепродукты на эту самую злосчастную ТЭЦ-3 и их не утилизировали склодировала в ржавых пушечках которые естественно давали трещь дали в этом году трещину вот и получился разлив топлива и теперь реки России превратились в сточные канавы Норникель губит своими выбросами реки эти прекрасные мелкие реки и озера севера России весной этого года и конечно в Норникеле начали это все скрывать засекречивать информацию и не давая ее до последнего биологам чтобы те ну хоть как-то минимизировали ущерб причем Норникель загрязнял реки России в этом году самым ядовитым из нефтепродуктов дизельным топливом реки России потемнели даже из-за этого ущерб от компании Владимира Потанина нанес российской природе ущерб на 2-3 года вперед почему же это все произошло дело не только в Норникеле понятно и даже не в Потанине но и в самом Норильске ведь Норникель это градообразующее предприятие а других в Норильске нет а значит если ты не владыц с Норникелем с членами Норникеля значит тебе будет трудно устроиться на работу в Норильске люди компании Потанина в Норильске тебя найдут отфигачат конкретно понятно и ты больше не будешь заниматься проблемами экологии в Норильске и там было бы все тишь да глад если бы катастрофа приобрела бы действительно вселенских масштабов настолько вселенских что даже не только а Норникель это на севере России находится Норникель тоже и на Норильск да ну и даже вот это нефтяное пятно достигло Камчатки вот представляете какая себе катастрофа была и конечно виноват не только Норникель но и власть потому что власть за 30 лет не создала никакого другого предприятия в Норильске кроме этого самого Норникеля Потанина так что понятно почему нет отсутствие конкуренции сгубило в итоге всю природу получается так причем неторопливость нашего государства в вопросах экологии поражает даже сам Путин наш верховный фюрер о катастрофе узнал спустя двое суток после самого разлива этого топлива и мог бы узнать через трое если бы не поднялся вой защитников природы ущерб северной россии оценивается в 3 миллиарда рублей причем инспекторов то есть ущерб был бы приводить нанесен гораздо меньше если бы инспекторов мчс допустили бы на склады Норникеля а поначалу не допускали до того самого момента как о катастрофе не узнал сам президент когда уже люди стали откровенно на фотографию выкладывать последствия катастрофы и опубликовывать это в сеть это в сеть есть масса и несмотря на то что нет формальных доказательств что власти скрывали местные норильские скрывали это от президента эту катастрофу то есть очень много вопросов к их деятельности но самое главное в том что почему сразу не отреагировали на эту самую катастрофу когда нефтяное пятно еще только начинало разливаться из проржавевших бочек по земле по нафильской земле достигая поэтому рек озеров и океанов еще не достигая вот тогда и надо было реагировать а так конечно сейчас уже поздно уже нормы компания потанина нормникель в этом году главный и зверь этого года и губитель природы с чем я его жители Норильска и поздравляю а поздравлять то не с чем большая экологическая катастрофа вести рыбопромышленность охотоведение уже теперь нельзя все в Норильске загрязнено этой компанией потанина и еще конечно почему они не поменяли эти проржавевшие бочки ну ну понятно почему извлекая прибыль ну кто-то же за этим должен следить пора уже в России давно пора создавать экологическую полицию одной экологической прокуратуры прокуратуры по природным ресурсам мало мало должна быть полноценная экологическая полиция чтобы ездила на предприятия и смотрела как у них там с нормами экологии переходим к следующей теме этого безусловно трудного года главный урок главный урок года это свержение трампистов трамп-политологов и трампологов всех мастей все началось вечером 25 мая где-то в Миннеаполисе полиция задержала 46-летнего Джорджа Флойда который расплачивался поддельной банкнотой полицейские положили Флойда лицом на асфальт встали ему на шею своими коленами а тот взял и задохнулся то есть они его задушили все это попало в объектив телекамер и на следующий день за Джорджа нашего Флойда вышли люди они начали громить полицейские участки витрины магазинов представляете чтобы вот у нас в России за какой-нибудь выходцей из Средней Азии избитого полиции вышел бы народ да не так бы в жизни в итоге протестное движение приобрело свой размах и свое название как Black Life Metals то есть черные жизни имеют значение это главный урок этого года что черные жизни имеют значение это эти самые активисты Black Life Metals навели кучу фактов как над черными издевались в США даже после отмененной рабства и сегрегации ну и не только в США но и в мире и вообще именно при президентстве Трампа черным конечно жилось хуже чем при Обаме но и не из-за цвета лица Трампа не а конечно из-за того что Трамп к черным относится неподобающий то и это конечно очень серьезно повлияло на президентскую году на президентскую гонку люди в Штатах уже не хотели терпеть нашего любимого Рыжика они поняли что по отношению к черным были неправы и и встали на колени перед ним так что на колени перед неграми дорогие россияне а что делал в этот момент Трамп а Трамп призывал расправиться над протестующими то есть же полиции что и убило Флойда и как итог в Соединенных Штатах после вот этих вот протестов теперь новый президент более толерантный и чуткой проблеме расизма то есть над черными издевались не только в этом году и не только в Штатах поняли и в Европе европейцы склонили коленами перед черными и цветными в этом году теперь действительно черные жизни настолько стали важны что они существенно могут повлиять на исход президентской гонки и президентской и голосования и на ход выборов президента так что дорогие выходцы из Средней Азии вам есть к чему стремиться вот посмотрите как негры действуют демократы в итоге смогли отстоять интересы черных людей и ЛГБТ плюс они даже пошли на доселе немыслимое подтасовывание результатов выборов в первом эпохранном массовом голосовании в США по почте это была выглаченная мера конечно она была в нарушении всех демократических норм голосований по почте я имею ввиду но чтобы свергнуть нетолерантного нечуткого к проблеме расизма Трампа все меры хранши и демократам удалось это сделать это самый главный урок для Трампа то что он издевался над черными то что он профукал коронавирус это все ему в итоге и аукнулось и в следующем году он уже будет не президентом США а то может быть и вовсе последствия Трамп конечно не признал своего поражения но он рано или поздно это сделает ибо а иначе там под черных людей ворвется в белый дом конечно Трампа подказ да не только коронавирус то есть не только убийство черных полиции но и коронавирус штаты вышли на первое место по числу заболевших в мире а там все это проигнорировал Трамп главный лузер главный лузер этого года и теперь вся надежда только на Байдена и Харрис кто сумеет обуздать как коронавирус а он кстати Байден привился и кстати сделал это намного раньше чем наш дорогой Владимир Владимирович Путин он сумеет обуздать Байден как вирус так и черных протестующих людей громящих автомобилей вот вы видите на своих экранах так что так что теперь в народе так главная пословица этого года явилось то что Байден придет порядок наведет во всем мире да идет дальше кто победил в войне Карабахи ну главным конфликтом этого года был конечно конфликт в Нагорном Карабахе он разросся до небывалых масштабов можно сколько угодно рассуждать а кто победил там Армения или Изабайджан но главный вывод из этого конфликта для нас для русских не для армян или для азербайджанцев это то что на карте мира появилась еще одна точка где льется русская кровь вот это тоже один из главных уроков этого года на карте появилась на карте мира появилась еще одна точка где вполне официально льется российская кровь и не важно в чьих интересах в интересах Армении или Азербайджана главное то что что уже три наших военных погибли. Двое летчиков и один сапёр. Вот главный урок для России. Ещё выяснилось то, что российское оружие малоэффективно, и его, которым пользовалась Армения, его успешно уничтожает турецкое, а более конкретно беспилотники Байрахтары, которых нет у типа великой и могущественной армии России. Всё, как всегда, в РАЛе. Всё, как всегда, в военной науке России. Министерство оборонеров было вынуждено затыкать грубые силы прорехи военной науки. Вот туда и вели миротворцев. Потому что Россия не может с дронов обеспечить того, чтобы не было геноцида армян, которые проиграли в этой войне. Да и вообще мне непонятно, почему Россия должна уступиться за армян в Карабахе. Что такого Армения сделала для России? Монголия, которая шьёт шерсть и отправляет её на экспорт в Россию. Для России сделала намного больше, чем Армения для России. Но парадокс в том, что в Азербайджане уверены, что Россия, воспользуясь победой азербайджанской армии, хочет оттяпать Карабах. И чуть ли не захватить Баку. То есть, с одной стороны, Россия в этом конфликте оказалась между молнией и наковальней. Главный выгодопреоблетатель этой войны, это, конечно, Турция. А вот главный лузер, это Россия. Почему? Потому что за кусок и никчёмной земли погибли наши три офицера. В этой войне ещё меньше смысла даже, присутствие там российских войск, чем даже в войне в Сирии. То есть, с одной стороны, Россия ничего не сделала для прекращения конфликта, даже когда вела миротворцев, даже когда Россия вела своих миротворцев, а азербайджанцы на глазах этих миротворцев резали армянам в деревне. И такое было. Так что, вот он войск. В Карабах Путин настроил и Армению, и Азербайджан против Кремля. Они считают, что их предали, это армяне. А азербайджанцы считают, что сейчас Кремль оттяпает Карабах у них. Ну и, конечно, так как Азербайджан поддерживает Турцию, Турция, мы теперь ждём войну за Карабах в более масштабном смысле этого слова. То есть, миротворцы России никакие не миротворцы, они провокаторы войны. И теперь мы ждём войну за Карабах не между Арменией и Азербайджаном, которые худо-бедно примирились, а между Россией и Турцией. А, возможно, будет война не только за Карабах, между этими двумя странами, но и, конечно, за Крым, понятное дело, в Сирии есть разные интересы, Турции и России, которая соприкасается. Так или иначе, это уже всё не важно. Главное, погибли люди. А ситуация в Карабахе стала ещё более взрывоопасной, чем была раньше. Ну и, конечно, это тяжёлое поражение вооружённых сил Армении, главное поражение этого года, которое вынудило многих армян бежать из Карабаха вплоть до Еревана, а даже до Адлера. По шнабелям в этом году Армении досталось, по шнабелям. Азербайджан вроде как бы выиграл эту войну, но с другой стороны, он не сумел занять столицу Карабаха, Степанапикет, где сейчас расквартирована русская армия. Три района азербайджанцы взяли, но оставшийся Армения сохранила. И самое главное, конечно, это то, что теперь этот конфликт будет не только в Карабахе, но и по всей территории. Я предлагал разумный обмен территории, о том, что на Хичеванскую автономную республику опять-таки Армении, Азербайджан пусть забирает весь Карабах. Но меня не послушали, и теперь будет литься кровь в следующем году еще в Карабахе еще в большей степени, чем раньше. Но, безусловно, то, что Азербайджан военным путем сумел таки увеличить свою территорию, и азербайджанцы в этом году главные победители этого года. А президентом года можно смело назвать Гейдара Алиева. Безусловно. Да простит меня, Пшинян. Ну и, конечно, я не мог не обойти самую громкую весть года, процесс года суд, судилище над Ефремовым. Казалось бы, пьяный Михаил Ефремов просто сел году, просто сел за руль и выехал на встречную полосу, столкнувшись с автомобилем в лоб-лоб. Получил 8 лет. Что тут такого интересного? Но здесь все интересно. Во-первых, это случилось в самый разгар коронавируса, когда людей принуждали сидеть по домам, а все спектакли, театры, кино и другие шоу были под строгим запретом. власти понимали, что надо как-то отвлекать народ, а тут пьяный Ефремов убил человека. Ну, конечно, трагедия актера или преступления актера, тут смотря, как к Ефремову относиться, будет всегда интереснее для общественности, будет всегда интереснее. Тем более, что Михаил Ефремов в гражданин поэтике жестко высмеивал российскую власть. Тут как бы еще сведение личных счетов с ним. Можно по-разному относиться к Михаилу Ефремову, но суд на ним это было нечто, это было главное шоу года. В самом суде было все как обычно, но вот около суда это было настоящее Great Epic Show адвокат потерпевших Добровинский, самый дорогой адвокат в стране, которого наняли не родственники убитого Ефремовым человека, а российская власть, чтобы Ефремов что-то насел, пребывал на судебный процесс то на кабриолете, то на самокате, то в сопровождении полуголых топ-моделей. власть желала не просто укатать Ефремова за решетку, а желала укатать с большим свистом в СМИ, и это у них получилось, но однако власти шоу над Ефремовым перегнули палку, они превратили из суда над Ефремовым не просто шоу, та, которая нужна была для отвлечения народа от коронавируса, а власть превратила суд над Ефремовым пародию на все российские суды, на все процессы в России сразу. Одно чего задержание черного мага на процессе около здания суда чего стоит, не отставал от адвоката потерпевших и адвокат ответчика Ефремова Эльман Пашаев. Вообще в этом году адвокатские юристы, адвокатские юристы, ну сказал он, конечно же, адвокаты и юристы обзавелись новым термином, который называется Пашаевщина. Это превращение суда в цирк. Эльман Пашаев выдвигал такие нелепые оправдания ответчику Ефремова, которые достойны нового сезона секретных материалов. То Ефремов с помощью спутника обработали, то вместо него за рулем сидел маникен, то инопланетяне склонились над автомобилем Ефремова и подвергли деформации деформации электронику автомобиля. И все это всерьез приходилось рассматривать суду. На суд был вынужден даже из небытия, из со дна Москвы-реки явится сам Джигурда, защищая Ефремова сильнее, чем сам адвокат Пашаев. Ладно, Джигурда, но верх абсурда было, когда на суд над Ефремовым явились трансвеститы. И это что понадобилось на суде? Видно, хотели склонить судью на свою сторону и учудить над ним перемену пола, прямо в здании суда. В общем, за этим судом над Ефремовым все следили. Моя мать такая стояла около телевизора, стояла, не отрываюсь, что там над Ефремовым, а ну-ка расскажи подробности. И я ей рассказывал подробности. И, конечно, когда выносился приговор, абсолютно все, то есть, представляете, все фрики, все фрики Москвы явились на Пресненск пришли в Пресненский районный суд. Это, конечно, был процесс года. Сам Ефремов, как истинный артист, притворялся. То сначала забыл, что он натворил, то потом признался со слезами на глазах, как положено настоящему артисту. после этого суда возбудили сразу восемь, восемь уголовных дел. Тут, теперь уже сам Эльман Пашаев, которого лишили после этого заседания лицензии адвоката, был вынужден защищать адвокатскую честь в суде. Вот настолько это был прогнивший суд. Потерпевшие добиваются нового суда над лжесвидетелями ответчика. Суд над Ефремовым был главным фарсом, главной трагикомедией для кого-то, просто комедией этого года. так что в этом году Пресненский районный суд Москвы был главным цирком этого года. И мы увидели, какой может быть суд в России по новой конституции. И суда место, где решается справедливость, превратили сознательно или нет в цирк уродов. И это безусловно главный итог этого года. Какие законы напринимали, такой у нас и суд в стране. Ну а на этом и завершается уже 2020 год. Год полный опасностей, потрясений, приключений, но и фарса, и комедии безусловно тоже. Впереди не менее легендарный 2021 год. Уже даже Вифлеемская звезда. Вифлеемская звезда зажглась. Зажглась. И конечно все ждут теперь второго пришествия. И чуть ли не апокалипсис. Почему? Ведь в откровении Иоанна Богослова было сказано, что сначала придет вирус, потом война, а потом и главный суд, так сказать, над человечеством. Ну, в общем, поживем, увидим, будут ли все пророчества, а раз 2020 год был годом полным вирусных испытаний и ограничений связанных ним, то логично, что идем строго по откровению Иоанна Богослова, то в 2021 году будет хлесткая война. Ну, потому что сказано, сначала прибудет всадник на коне имя ему мор, а потом всадник на коне имя ему война. Так что с нетерпением мы ждем 2021 год, ну, а на этом вести, не недели, а вести 2020 года завершены. Какой год такие и итоги, и можно уже даже начинать праздновать 2021 год, а я вновь скрываюсь. Вот так вот. Это все выглядит. Ну, что, как я скрылся? И для чего я скрылся? А чтобы вы смогли посмотреть на музыкальный клип, посвященный, естественно, новому году. Пусть он вас подбодрит. Так. А я на этом с вами прощаюсь. Увидимся в следующем году, где этот клип, вот он. Ну, а пока он там подгружается, скажу личные итоги в этом году, например, то, что у моих родителей чуть не отобрали дачу старосемейкина, да, и моя любимая тетя умерла, ну, в общем, действительно, год полный испытаний, но все, умолкаю, в общем, смотрите новогодний клип-сюрприз. Пока. Снежинка Последний лист календаря Я отмечал с тобой всегда, но прошлое вернуть нельзя, а за окном зарит зима. Как холодно в душе моей от разум ты от потерь. Белая снежинка кружится во сне, пусть эта снежинка прилетит к тебе. Протяни к тебе же жаркую лотой, превратиться в ябл прозрачный услов. Я с друзьями встречу этот Новый год, и с другой девчонкой сяду я за стол. Но когда двенадцать простучат часы, очень пожалею, что со мной не ты. Так ход на душе моей от разлук и от потерь. Белая снежинка кружится во сне, пусть эта снежинка прилетит к тебе. Протяни дни ближе жаркую лодонь, превратиться в каплю прозрачный узор. Белая снежинка кружится во сне, пусть эта снежинка прилетит к тебе. Протяни дни ближе жаркую лодонь, превратиться в каплю прозрачный узор. Ну вот, я вообще люблю долго прощаться, но вот, так сказать, и новогодний клип, чтобы подбодрить вас встретить этот Новый Год все-таки в хорошем настроении. так, снова я, и вот эта сумка, она должна, конечно, собирать. Все. Вот это вот. Ухожу в следующий год. Пока. Пока. До встречи в 21-м. Где там выключается-то? А, вот, все. нахуй? 、 кто, никто. Кто?